Дорогие наши друзья! Спасибо, что смотрите советы Довлатова, наши рубрики смотрите. Ставьте лайк под нашим рубриком, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, кому по вашим мнениям помогли бы эти советы, кому принесли бы они пользу. Хочу сказать сейчас несколько вещей. Духовность. Одна из важнейшая тема, которая на самом деле меня вдохновляет, на самом деле много вопросов получаю по этому тему. Духовность и как ее приобрести. Дорогие мои, когда дело касается именно вопроса духовности, духовность это не образование. Духовность это не то, что это не материальное, что можно пойти в магазине покупать и все оно у тебя есть. Это же не телефон, правильно? Духовность это всю свою жизнь надо посвятить этому. Всю свою жизнь надо посвятить тому, чтобы стать человеком. Особенно человеком, который имеет какую-то долю духовности. Поэтому профессионалам стало легче, а вот человеком стало намного труднее. Человеком... Знаете, Чингиз Айтматов говорит, что всегда и во всем оставаться человеком очень трудно. И он прав. Несмотря на ситуации, в которой жизнь сталкивает нас, несмотря на проблемы, к которым мы попадаем, оставаться человеком и вот в этом духовность растет. Именно постепенно, поэтапно, поэтапно, поэтапно. Вот правило, по которому я живу. С каждым днем быть более набожным. То есть быть богобоязненным. С каждым днем стал умнее, с каждым днем сильнее. Вот более набожным, умнее, сильнее. Это правило. Правило, которое я лично для себя определил и соблюдаю каждый день. Кого я называю духовным человеком? По крайней мере, я так читаю. Возможно, ребята, мое мнение вам будет не по душе. Возможно, что-то вам будет подходить из того, что я говорю, что-то нет. И берите то, что полезное, читайте вы для себя. Богообоязненный человек не тот, который делает добрые дела. Богобоязненный человек тот, который смог отказаться от плохих дел. Я заметил, что добрые дела мы делаем часто публично, добрые дела мы делаем открытие и за добрые делами всегда получаем награда и восхищение и известность и публичности и так далее нам всем нравится добрый делать делать публично потому что это вдохновляет нас это внутри раскрывает нас и так далее а вот плохое не всегда делаем так чтобы никто не видел вы хоть раз увидишь вы какой-то депутат объявили что я воровал столько или ход какой-то бабник чтобы опубликовал что я в этот месяц гулял столько или кто-то что вот сколько раз я врал в этот день в этот день или в этот месяц нет люди все плохое делят по тихушку они плохое делят так чтобы никто не видел вы понимаете о чем я говорю а теперь ваша богобоязненность когда определяется когда вы делаете добрые дела нет когда наученными когда мы научитесь когда мы с вами научимся отказаться от плохие дела потому что плохие дела которые никто не видит партнер не видит ты можешь написать на место 100 долларов 300 долларов партнер не видит но тите это не делаешь потому что ты знаешь что господ с тобой ты видишь что бог видит если человек не видит бог всегда видит и ты видишь тем ты знаешь что всегда твоей жизни бог присутствует аллах всегда с тобой идти то поймешь идти отказываешь от все плохое даже мысли которые тебе в голове появляется по поводу плохой мысль по поводу кого-то где-то а ты понимаешь что для то что для людей скрыто для бога открытия то что твоем сердце происходит поэтому все вишни смотрят тебе не на твои дела руками именно твои слова а на твоем сердце качество намерения богобоязненный человек это тот человек который правильно управлять свои мысли не допускает плохое потому что основа плохой поступок начинается от мысли вы понимаете что прежде чем пойти с кем-то воевать вы сначала об этом думаете потом пойдете перед чем пойти погулять пролюбодеяния заниматься вина сначала об этом думаете потом пойдете а богобоязненный человек который хочет стать духовным он работает над свои мысли чтобы именно мысли коренным образом избавиться а второе он работает на качество свое намерение его намерение чести в намерениях он делает только то то что полезно для общества он делает только то то что реально работает для общества он работает над этим поэтому каждый день внимание обратите помните я сказал каждый день более набожнее умнее и сильнее то есть каждый день работаем на качество свое намерение на качество свои мысли каждый Божий день и соблюдаем, что сказано в совершении книгах. Коран, один из моих близких друзей, он нашел и мне сказал, он очень ученый человек ислама, и он мне нашел, сказал, 25 амрест, то есть приказы, которые соблюдать надо, читай молитву, позаботься старшим и так далее, и так далее, читай каждый день Коран, и так далее, то есть 25 амрест, то есть указания, которые дает Господь, и 25 запретов, которые надо соблюдать, то есть делая каждый день их, ты растешь, например, отказывая каждый день от плохого, делая что-то из этих 25 амр, которые ты должен делать, делая, человек становится более набожным, каждый день, понимаете? Второе, каждый день умнее, каждый день надо читать, читать, чтобы стать профессионалом в своем деле, или учиться чему-то новому, то, что ты делаешь, а каждый день сильнее, я имею ввиду, работать над собой, заниматься спортом, работать над собой, чтобы здоровье оберегать, чтобы тело не развалилось, потому что ваше тело, после 40, оно обязательно будет давать от себя знать, поэтому надо постоянно его оберегать, держать его жизненно способными. Значит, идея о том, что духовность и как его пробрести, это постоянный, ежедневный, беспрерывный работа над качеством своих намерений, над качеством своей мысли и своей поступки. Откажитесь от всего плохого дела. Дело в чем? Дело в том, что некоторые люди, вот, послушайте внимательно, некоторые люди делают добро, но они это добро ставят на показ. Но когда вы делаете добро, и это добро поставите на показ, это похоже на то, что фермер, который сажает семена, семена сажает, но семена попадает на поверхности земли, а семена, которые попадают на поверхности земли, она высыхает, или его насекомие уносят, или либо птицы заберут, и от этого семена урожай не будет. Добро, которое делаете, его сажайте как семена, то есть сделайте так, чтобы она, не обязательно, чтобы была публично, не обязательно, чтобы она была заметна, спрятьте его как семена, чтобы она созрела и выросла давала плоди. Я хочу вам сказать, что если вы делаете добро таким образом, чтобы одна рука, дающая, не видела другая рука, тогда в обязательном порядке это ваше добро дают большие плоди. Но когда вы делаете добро, два вида есть, публичные и непубличные. Публичные, какие добро надо делать? Когда вы помогаете дороги строить, когда вы помогаете мечетам, больницам, мостам, и так далее, иногда эти вещи надо делать публичные. А почему их надо делать публичные? Или там, когда вы на образование вкладываете, развитие общества вкладываете, почему их надо делать публично? Потому что доброта, вы понимаете, она разбудит у другого человека тоже желание, тоже делать добро. И соответственно, больше, больше, больше количеством людям вы станете перечень. Это как пожар, понимаете? Вы зажгли огонек в сердце того человека. Может быть, у него в дальний момент денег нет делать, но он мечтает, у него просыпается мечтать, что я, Аллах, помоги мне, я тоже когда-нибудь, когда вырасту, стану таким и буду помогать. Понимаете, люди, когда слышат добрые дела у друг друга, они тоже захотят делать добрые дела, и это очень хорошо помогает общество. А какое добро надо делать так, чтобы она была, никто не видел? Когда вы индивидуально какому-то человеку нуждающимся помогаете, когда вы помогаете реально человеку, как-то у него операция, когда он в долгах, чтобы избавиться от долгов, и так далее. Огромное количество людям мы помогаем, но они даже не знают, что это дело я. Почему? Потому что так нельзя. Я не хочу, чтобы этот человек, когда узнал, что кто ему помог, чтобы он знал, что это я, или в лицо, когда видел меня, и он не стеснялся, чтобы ему не было неудобно. Это очень важно понимать. Пророк, салалу али вассалам, сказал, внимание, он сказал, вода сильнее, чем огонь. Вода, поэтому пожар, когда происходит воду, вода тушит огонь. Понимаете? Ветер сильнее, чем вода. Ветер могут действительно воду даже туда-сюда направлять и так далее. Все стихи один сильнее другого и так далее. Но сильнее все и сильнее всех что? Пророк, салалу али вассалам, сказал, сильнее всех это тор, милественная рука. Именно тот человек, который дает милественное так, чтобы одна рука не видит другую. То есть, он это делает без ожиданий. Он это делает без никаких, он не ждет благодарности, он не ждет признаний, он не ждет, он просто от чистого сердца делает определенные пожертвования, закаты дает, благотворительность дает, но он это делает так, чтобы одна рука, которую он дает, другой не видел. сильнее все и сильнее все. Вот так сказал пророк, салалу али вассалам. Дорогие мои, сейчас Рамазан, сейчас в мире творится очень много трудностей, сейчас время, когда, когда, если вы можете хоть какой-то малейшей поддержкой оказать кому-то, окажитесь, делайте этого, тогда вы духовно становитесь. Это духовная практика. Вы знаете, пожертвуя, милостыни и так далее, деля от добра, мы продолеем свои слабости внутри и постепенно, постепенно, это как спортсмен, который тренирует свои мышцы, мы тренируем свою духовность. И самое важное, ваш дух набирает силы и вы станете увереннее в себе. А вы знаете, что, вы понимаете, что Господь очень сильно участвует в вашем развитии, а вы понимаете, что Всевышний очень сильно помогает вам в достижении вашей личности и достижении вашей мечты. Всевышний не помогает нам, когда мы плохие дела делаем, когда мы завидуем, когда мы обижаем других, когда мы убегаем от реальности, когда мы сомневаемся в себе, но Всевышний очень сильно участвует, помогает нам, когда мы хотим делать что-то хорошее в этом мире. Знаете, многие люди мне задают иногда вопрос, они говорят, Давлатов, откуда у вас такой высокий уровень позитива? Откуда у вас суперпозитивное мышление такое, что вы всегда верите в хорошем? Я говорю, ты знаешь, потому что я глубоко верю в Бога, потому что я глубоко верю в Аллаха. И я знаю, что любая моя мечта, которую я искренне мечтаю, любая моя цель, она реализуемая. Почему? Потому что, если вы делите какую-то цель, если у вас есть какая-то мечта, которая направлена на благо народа, запомните, запомните, вы всего лишь причина этого. Эта цель станет цель Всевышнего. Эта цель становится цель Аллаха, Бога, и она обязательно реализуется. Так что не сомневайтесь, ни мелочи даже не сомневайтесь. Я знаю, что если я умру, те цели, которые я перед собой ставил, они обязательно реализуются. Либо благодаря моих учеников, либо благодаря моей системе, или к снове, или кто-то. Почему? Потому что в ваше развитие всегда Господь участвует. поэтому духовность, это когда вы верите, даже когда другие не верят. Вы верите во благо, и вы ставите цель во благо, и делаете это, даже когда вам тяжело. Я хочу еще одну важную вещь отметить, что помните, я сказал, что в ваше развитие Господь очень активно участвует. Помните, я сказал, что все ваши в цели, мечты, если они направлены на благо народа, Аллах сам их реализует. А вы всего лишь причина. Просто через вас Он это делает. Теперь следующую вещь хочу вам сказать. Любая ваша мечта, до того, когда она вдается вам, Аллах давал уже вам ресурсы для их реализации. Он вам уже давал определенные связи, знания, здоровье, и так далее, и так далее. Но от нас требуют с вами эти ресурсы собрать, компоновать и делать. Никогда не сомневайтесь, иначе вы выбрали пути дьявола. Ваша духовность, вообще, когда человек перестанет мечтать, когда человек перестанет цели ставить и так далее, его дух высыхает. А когда дух высыхает, вы идете назад, потому что Аллах не помогает вам, когда вы сомневаетесь. Сомнения от дьявола. Моя тема — духовность. Как ее приобрести? Еще один скрит скажу вам. Когда вы станете чистоплотным человеком, и вы работаете на качество своего намерения, когда вы работаете на качество своей мысли и так далее, пророк, салалу асалам, сказал, что у каждого человека есть девять ангелей. И эти девять ангелы, они как помощники. Один спреди, сзади, сверху, сбоку, везде. И эти девять ангелы для вас как являются помощником. Я вам скажу откровенно, как в моей жизни это происходит. Понимаете? Вот иногда, например, я своего помощника, когда говорю, принеси того бумага или делай такой отчет, или отправляй такой товар и так далее. Пока я не говорю помощнику, он же не знает об этом, он не делает. Но когда озвучиваю, он пойдет и делает. А теперь вот эти ангели, если девять ангелов, которые пророк сказал, они являются помощником для чистоплотного человека. Когда вы чистоплотный человек, и что происходит? Вам достаточно о чем-то думать для достижения того цела, цель, которая направлена на благо народа, и Господь сразу, эти ангели, которые у вас есть, эти ангели слышат ваши мысли и ваши намерения. Понимаете? Они тут же, они начинают вам помогать. Они организуют ситуацию, случай таким образом, как вам удобно. Они в обязательном порядке помогают вам, что нужного человека познакомят с вами. Нужного человека найдут и принесут вам. Хоть верите или нет, это так. Найдут и принесут. И вы будете в шоке, откуда этот человек появился в вашей жизни. Потому что жизнь очень справлив, и жизнь помогает чистоплотным людям. Когда вы правдивее, когда вы богобоязненее, когда вы отказываетесь от все плохое, и цели направлены на благо народа, на благо общества, эти девять помощников, как в виде ангели, они всегда помогают вам. Они вокруг вас, с вниманием обратите, они помогают вам, нужные мысли вынушают вам, помогают. Они нужных людей привозят, нужные встречи организуют и так далее. Три примера привяжу, чтобы вам было попроще. Хорошо? Я построил теплицу в Таджикистане. Я принял решение построить теплицу, я сказал ей, Аллах, мне нужен человек, который в этом профессионал и хорошо понимает. Помоги мне, чтобы этот человек был. Я верю в то, что говорю, понимаете? И проходит через два или три дня ко мне в бишкеке, офисе, заходит человек на консультации и говорит, я из Самарканда, и, в общем, пришел к вам на консультации и так далее. и я очень хочу, чтобы с вами какое-то отношение иметь, строить и так далее. И он рассказывает мне идеи и так далее. И в итоге, этот человек мне очень много помог, чтобы мне агрономы найти, помог мне очень много, очень много помог мне, чтобы эта теплица стала прибыльной. От многих ошибок он помог мне оберегаться. Он говорит, наставник, я хочу вам просто быть полезным. Внимание, а кто его нашел, привез? Эти ангели. Другой пример привезу. В Узбекистане поднимали растаможку. Растаможку поднимали, один из моих бизнесов это коммунистикрет, я продаю парфюмерии, и резко подорожало, и на одного фура мы потратили на растаможку самые последние 63 или 65 тысяч долларов. Это очень большая сумма расход. Прибыль почти мизра осталась, потому что все на расходах уходит. А я сидел и думал, о Аллах, как мне быть, что надо делать? Я просто помолился, сказал, о Аллах, помоги мне, чтобы какой-то вариант найти, как справиться с этими растаможками, какой-то вариант найти. И тут же в Алма-Ате ко мне приедет на мой годовое обучение парень и на консультацию, и мне говорят, наставник, обычно у меня помощники на график ставят консультации и так далее, и человек на консультацию подходит и мне говорит, я работаю брокерами в Ташкенте и так далее, у меня своя компания, наставник, если вам нужно что-то, я хочу вам помочь и так далее. И я ему рассказывал эту мою ситуацию, мое положение. Он нашел семь вариантов, как сделать так, чтобы правильно и законно все на самом деле грамотно сделать так, чтобы от этой расходы избавиться. Что я хочу вам сказать? Вам достаточно просто думать и поставить цель и принимать решение, что эту цель вы хотите достигать и верить в нем и постоянно работать духовно над собой и тогда в вашем деле будет барракат. барракат удача будет. Я раньше думал, что время нужно, чтобы достигать цели и время нужно, чтобы стать миллионером и так далее. А потом я начал видеть, что люди 30 лет, 40 лет работают, так и богатее не станет. 30 лет, 40 лет работают, так и богатее не станет. А вы знаете почему? Потому что у них время было, время есть, но барраката нет, удачи нет в них делах. Я тогда понял, нужно и время и барракат нужен. То есть удача нужна в вашем деле. А удача в вашем деле происходит, это зависимо от того, насколько вы духовно работаете над собой. Поверьте моим словам, все то, что написано в священном книге воистинно правда. Знаете, что обучал нас Господь, обучал нас пророк салава ва салам? Еще одну вещь. Я уже 5, 6, 7 вещей говорил, надеюсь, что в средине вы сами выберете то, что нужно для того, чтобы вы могли стать духовным человеком. Еще одну вещь. Пророк салава ва салам обучал нас всех. Первый, что обучал нас, он обучал нас покляниться единому Богу. Первый, что обучал. А второй, что он обучал? Любить. Он обучал любить и сказал, что любовь начнется с семьи. Он научил нас любить свою семью, любить своих родных, позаботиться о родителе, любить от старших, уважать, любить. Понимаете, он научил нас любить. Второй вещь, чему он обучал, это любить. Любить общество, любить друг друга. Сказал, вы, братья, делайте такое, заботись, заботись. То есть, он помогал людям, чтобы и богатый, позаботился, бедный, чтобы более удачливые люди заботились о нуждающие. Понимаете, это лечить общество. Хотите стать духовным человеком. Научитесь любить своих врагов. Научитесь любить того, кто ненавидит вас. Научитесь любить нуждающих людей. Научитесь любить. Иисус что сказал об этом? Иисус тоже сами говорил. Иисус сказал так, если тебе бьют в одну шку, пожалуйста, став вторую. Есть такое высказывание Иисуса. Люди по-разному импертрируют его, но я для себя импертрировал, поэтому я расскажу вам, как я это понял, как я это делаю, а вы потом для себя можете выбрать, как вы читаете нужным. Я это импертрировал для себя так. Если ты уважаешь людей, потому что только потому, что тебя уважают, награда у тебя небольшая. Научись уважать тех, кто унижает тебя. Если ты любишь кого-то только потому, он тебя любит, у тебя награда небольшая. Научись любить тех, кто ненавидит тебя. Если ты помогаешь кому-то только потому, что он тебе помогает, у тебя награда небольшая. Помогай всем, кто нуждается по-настоящему и без ожиданий. Даже когда ты точно знаешь, что от этого человека благодарности не будет. Когда ты точно знаешь, что этот человек тебе не могут вернуть твою доброту вот тогда иди помогай тогда награду тебе больше вот как я это для себя импертрировал вот что такое духовность для меня и как его прообрести станте человеком который можете себе уважать спасибо что смотрите совете отдала това надеюсь что вы несколько минут наше общение хоть немножко будет полезным для вас пишите комментарии свои мнения рекомендуйте своим друзьям знакомым но пора от слышали видео прийти к практике параду хороших слов прийти к хорошей поступки хорошие действия в комментарии пишите я данный момент 5 вещей рассказывал очень глобальный в комментарии пишите несколько из них чего вы для себя брали пишите что реально получили в комментарии хотя бы из это 55 вещей что вы будете практиковать желаю вам успехов станте духовным человеком жизнь станет легко жизнь станет проще рекомендуйте своим друзьям знакомым нашим наше рубрико а 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